Игры в лучших традициях большого футбола продемонстрировали юноши в курортном районе. На стадионе «Спартак» прошли матчи первенства Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд. Игроки Зеленогорской спортивной школы принимали на своем поле сильных соперников – «Шор-лидер» и «Ленинградец». Это спортивное событие стало значимым для Зеленогорска. Ведь последний раз юношеские футбольные турниры такого уровня здесь проходили еще в начале 90-х. Сегодня на самом деле исторический момент. Спустя 30 лет мы возобновили участие на Зеленогорской земле на стадионе «Спартак» первенства Санкт-Петербурга по футболу. И это для нас, во-первых, большая честь, то, что мы сделали это после всех тех ограничений. И то, что мы готовились и к чемпионату мира, и к чемпионату Европы, здесь была территория закрыта. Но сегодня, в этот исторический день, можно повторить, ребята, как наши воспитанники, так и гости нашего города, принимают участие в первенстве города на натуральном покрытии, прошедшей модернизацию, где футбольное поле с натуральным покрытием прошито искусственной нитью. И я уверен, что ребята сегодня получат максимальное удовольствие игры на таком прекрасном футбольном поле. Важным гостем первенства стал почетный выпускник Института имени Лесговта, житель блокадного Ленинграда, ветеран спорта Валентин Литвяков. Валентин Прокофьевич принял поздравления с прошедшим юбилеем, пообщался с молодыми футболистами и дал официальный старт соревнованиям, совершив символический удар по мячу. «Спартак» имеет богатую историю. Этот стадион пользовался популярностью еще в начале 20 века. Но все-таки огромный скачок в своем развитии он получил в наши дни, после чемпионата мира по футболу 2018 года. Валентин Литвяков в 80-е и 90-е годы заведовал спортивным отделом учебно-спортивной базы «Спартак». Сегодня он с большой радостью отметил, что спорт, в частности футбол, в курортном районе активно развивается. А высокий уровень материально-технической базы и организации мероприятий на родном «Спартаке» радует Валентина Прокофьевича вдвойне. «Я приехал сюда в 60-м году. С той поры я имею непосредственное отношение к нему. Тут проходила основная работа спортивная всего курортного из Ситрорецкого района. Раньше он Ситрорецкий назывался, а сейчас курортный. И было приятно, что был стадион в очень хорошем состоянии. Благодарность к тому, что мы организовали чемпионат мира в России. Я зеленогорец. И на этом стадионе я горд тем, что здесь остановились англичане, родоначальники футбола. Было очень приятно видеть их и видеть их тренировки. И наш стадион сейчас, меня радует глаз даже, что я вижу, поскольку, несомненно, это значительный, надолго, значительный упор. И молодежи, и среднего возраста занимаются здесь люди. И Ситрорецк тоже стал одним из центров развития футбола Санкт-Петербурга. И потому, сколько команд привлекаются, и какие большие соревнования международные, межгородские и международные проводятся на этих площадках.